Всем привет! Сегодня готовим овощной супчик с брокколи, морковкой, луком и картошкой. Для этого вам понадобится одна, либо половинка брокколи, две морковки, один лук и три картошки. Картошка для того, чтобы супчик был густым. Итак, мы промыли овощи, теперь нам нужно будет мелко нарезать лук и морковь. Нарезаем мелко кубики. Нарезали. Масло в нашу кастрюльку и включаем огонь. Можно на подсолнечном масле, можно на оливковом масле, а можно на масле, которое я использую, масло марки Крома Баком Прадо. Нагреваем нашу кастрюльку. Картофель также мы нарезали маленькими кубиками и добавляем в последнюю очередь, так как картошка начинает сразу пригорать. Как видите, наши овощи тушатся. Сначала лук и морковь немножко протушиваем, не обязательно до золотистой корочки, а просто немножко протушить. Потом добавляем картошку. Теперь мы добавили картофель и все тщательно перемешиваем и протушиваем. Нарезаем брокколи для того, чтобы протушить суп. Мы забросили брокколи на нашу кастрюльку для супа. Теперь немножко протушим брокколи. Можете добавить специи по вкусу, соль, перец или специи для супа. Можете добавить куриный или овощной кубик бульона. Я использую у нас в Нидерландер вот такой вот кипы бульон для супа. Его можно использовать как для супа из овощей, так и куриного супа. Я добавляю этот бульон, когда мы протушим брокколи, добавим бульон и зальем чуть больше 500 миллилитров водички. Наливаем наш бульон в суп. Там даже есть кусочки куриного филе. Добавляем чуть-чуть больше 500 миллилитров воды. Увеличиваем огонь. Все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем. И накрываем крышечкой. Оставляем где-то минут 20 на малину. Наш брокколи суп закипает. Оставить буквально на 20 минут. Можно под крышкой, можно без крышки. Можно закрыть на маленьком огне. Оставить прикипеть где-то примерно 20 минут. И потом залить сливками. Вот такими сливками я пользуюсь. Абсолютно легкие сливки. Всего лишь 7-2% жирности. Ну и то же самое сливки от другой марки. Тоже 7% жирности. Суп получился насыщенным и густым. Я выбираю половину овощей отдельно в тарелку. Для того, чтобы перемешать остальное с картошкой и морковью. Потому что дети, вы знаете, привередливые. Просто так овощи не едят. Поэтому для того, чтобы сделать суп привлекателем, мы выберем половину овощей, а остальное перемешиваем. Соберем обычный миксер и перемешиваем все, что осталось в кастрюльке. Если вы не любите миксевый суп или смешанный суп, то можете просто не перемешивать, а оставлять как есть. Мы смешали суп миксером и добавили то, что мы вкладывали ранее на тарелку. Теперь заливаем один пакетик сливок. Обычно его достаточно. Но у меня остались еще немножко этих сливок. Поэтому добавляем еще сливок. Ну что ж, все перемешиваем. В конце самого приготовления можно добавить вот такие кубики из ветчины. Вот так вот выглядит упаковка кубиков из ветчины по вкусу. Можете добавить маленькие кусочки бекона, можете добавить кусочки семги, можете добавить вот какие кусочки ветчины. Достаточно вкусно. Теперь все перемешиваем и добавим до кипра. Ну что ж, друзья, вот так выглядит наш готовый овощной суп из брокколи и с кусочками нарезанной ветчины. Всем приятного аппетита! Овощной суп с брокколи и с кусочками нарезанной ветчины. Всем пока-пока!